Встреча руководства фракции Республика Атаджур с избирателями прошла в Джалабадском драматическом театре имени Барпы Алыкулова. Озвучить самые насущные проблемы сюда пришли не только горожане, но и многие жители области. В первую очередь, Умурбек Бабанов проинформировал собравшихся о проделанной работе фракции за прошедшие полтора года. В 2015 году перед народом мы говорили, что наша партия отличается от других. Отличается своими 15 законами, которые будут служить во благо нашего народа. Прошло полтора года, и вы можете спросить только нашу партию о том, что было сделано. У других вы спросить об этом не можете. Этим Республика Атаджур сильно отличается от других партий. Мы знаем, по какому пути нужно идти государству, чтобы улучшить условия жизни народа. Еще во время парламентских выборов мы говорили, что откажемся от депутатских привилегий. Вы нас поддержали, и мы получили 28 мандатов. Мы внесли постановление о сокращении 120 помощников у 120 депутатов. Сократили 120 служебных машин и их водителей. В результате чего нам удалось сэкономить около 100 миллионов сомов. На эти деньги можно построить три школы. Можно направить деньги на улучшение состояния больниц. Мы показали, что возможно проводить такие реформы. Мы сократили депутатские привилегии впервые за 25 лет истории нашей страны. Мы говорили, что откажемся от депутатской неприкосновенности. И у нас есть решение фракции, что если в отношении какого-то депутата заведут уголовное дело, то мы готовы нести ответственность наряду с рядовыми гражданами. Заявив об этом, мы отказались и от депутатской неприкосновенности. Кроме того, мы отказались от KG номеров, чтобы на дороге наши машины не отличались от других. Эти номера раньше тоже считались одной из привилегий. Страной управляете вы, дорогой мой народ. Люди, которые вам служат, это депутаты, президенты и правительства. Они не должны отличаться от вас. Мы говорили, что будем выдавать льготные 7-процентные сельхозкредиты. Этот закон уже отправлен на подпись к президенту. Парламент поддержал этот закон. Начиная с 2018 года фермеры будут получать кредиты под 7%, независимо от того, кто будет премьер-министром. Я думаю, что это большая помощь. Пока же вы получаете от правительства кредиты под 10-11%. То есть мы сократили процентную ставку почти в половину. Депутаты республики Атаджурд в свое время поднимали вопрос выдачи кыргызстанцам ипотеки под 10%. И в конце концов, в правительстве начали таки реализовывать эту программу. Теперь, как отметил Мурбек Бабанов, необходимо уделить особое внимание ремонту республиканских дорог. 49 или почти 50% дорог у нас в плохом состоянии. Не только в Джалалабаде, а в целом по всей стране. Эта проблема возникла не сегодня. Она существует на протяжении 25 лет. Но за это время можно же было отремонтировать. Для этого необходимо учитывать все условия. Я эту тему поднимал в парламенте, когда правительство давало отчет. Я говорил, что мы строим дороги по устаревшей технологии. Если сегодня внешний долг Кыргызстана 4 миллиарда долларов, то 2,5 из них ушло на строительство дорог. На один километр дороги четвертой категории трассы Джалалабад-Ош мы потратили от 1 до 2 миллионов долларов. Мы провели анализ. Если использовать современные технологии, то можно сэкономить до 300 тысяч долларов с каждого километра. Это большая экономия. Если по старой технологии время строительства дороги составляет 15 дней, то с помощью новых методов можно построить за 7 дней. Если срок эксплуатации дороги по старой технологии составляет 3-5 лет, то по новой до 20 лет. Почему я поднимаю вопрос строительства дорог? Потому что от полученных в кредит денег за последние годы 800 миллионов долларов было потрачено именно на дороги. Это очень большие деньги, и их нужно возвращать. Поэтому нам нужно обращать особое внимание на срок эксплуатации дорог, на их качество. Уважаемый народ, настало время перемен. Все в ваших руках. Вы будете решать, по какому пути идти. Самая большая реформа Алмаза Шашеновича – это политическая реформа. Потому что сегодня есть свободная конкуренция. Да, есть среди чиновников те, которые, несмотря на эти реформы, применяют административный ресурс. Но со временем и эта проблема разрешится. Скоро выборы. Сейчас нет былой возможности пачками кидать в ворну бюллетени. С биометрической регистрацией именно вы будете решать, а не кто-то за вас. Почему я до этого сделал акцент на строительстве дорог? Да потому что, если депутаты, которых вы избирали, будут грамотными, если мэр будет грамотным, то ваши жизненные условия обязательно улучшатся. На этой встрече с избирателями депутатом фракции Республика Атаджурд было задано много вопросов. И ни один из них не остался без ответа. Уже завтра фракция встретится с жителями Аксийского района и города Ташкумыр.